Троглая сторона на русской службе новостей продолжается. Организатор митинга за честные выборы демократии на проспекте Сахарова Константин Боровой, участник митинга ЛДПР на Пушкинской площади Сергей Калашников, организатор антиоранжевого митинга на Поклонной горе Сергей Кургинян и участник шествия за честные выборы от Калужской до Болотной площади Сергей Удальцов. У меня первый вопрос к Сергею Ервандовичу. Сергей Ерванович, вы перед митингами на пресс-конференции заявляли, что если на Поклонной горе будут звучать лозунги в поддержку Владимира Путина, то вы уйдете и уведете за собой свою колонну. Со сцены этого не звучало, но в толпе были плакаты, были транспаранты в поддержку Владимира Путина. Давайте будем говорить о другом. Это и со сцены звучало. Я говорил о том, что если это будет митинг в поддержку Путина, то я уйду и уведу людей. Я выступил в поддержку Путина. Я был одним из ведущих митинга. Я за кого сказал, что я буду голосовать? За Зюганова, правда? Я сказал, что я поддерживаю политику Путина. Я сказал, что я не приемлю политику Путина. Сказал я это. Это показали все каналы. Как можно после этого называть митинг в поддержку Путина? Когда люди, которые к Путину относятся хорошо, его хвалили, я говорю, тут у нас разные мнения, тут у нас... И в конце я это все заключал. Почему этот митинг называют митингом в поддержку Путина, когда все, что здесь вам сказал, правда? Так вот, у вас не закрадывалась мысль о уйти? Нет, все произошло честно. Почему? Потому что мы призвали широкую антиоранжевую коалицию. Если люди, которым нравится Путин, пришли на антиоранжевый митинг и не превращают его в словословие своего кандидата, а поддерживают нашу общую позицию, то все нормально. Но главное, я подчеркиваю, что я-то говорил о том, что я не приемлю политику, и я буду голосовать за других кандидатов. А Ксения Собчак, которая вместе с господином Модельцовым существует, она сказала, что она будет голосовать за Путина. Она отдельно от меня существует. Ни в каких связях не состоит. Итак, смысл заключается в том, что, как всегда бывает у наших тоталитарных либералов, кто не с нами, тот путинист. Вопреки фактам, вопреки очевидности, вопреки всему, как с численностью, так и с характером митинга. Как вы считаете, услышали ли вас те люди, которые пришли митинговать именно в поддержку Владимира Федоровна? Знаете-ка, у меня там стояло много людей-наблюдателей, вот стоит один мужик, молчит, ему подходит, спрашивает, слушай, ты зачем пришел? Он говорит, знаешь, меня сын все спрашивает, пап, где ты был в 1993 году? Я не хочу, чтобы меня внук потом спрашивал. Дед, где ты был в 2012? Мне это нравится. И я знаю, с какой радостью, преодолевая давку, то чью, ведь никто не ждал, что будет столько людей, шли туда люди. При этом людям говорят, что их сгоняли. Но как можно после этого сказать, что в этом нет какого-то, так сказать, двойного стандарта? Многие, кто пришли на поклонную, они считали участников Болотной революционерами. Почему? Я не знаю, для меня не революция, для меня на Болотной прозвучало следующее. Вы пьющая социальная высокомерие, мы креативный класс, мы норковая революция, это первое. Вот этот поход в посольство, про которое я сказал, организованной толпой коровы шли на водопой. Никогда революционеры, Че Гевара или Фидель, даже если американцам не нравится Батиста, не пойдут в американское посольство, это второе. Трансформация лозунгов, то есть переход от лозунга «Честные выборы», к лозунгам «Смена Конституции», и учредительному собранию, это третье. И четвертое, полное нежелание уходить из сферы мифов и реально расследовать все, что было совершено в ходе парламентских выборов. Мы знаем, как это надо сделать. И, наконец, пятое, твердое заявление о том, что что бы ни произошло на президентских выборах, мы это не признаем. Вот если эти черты не являются оранжевыми, то какими они являются? Что касается того, как именно говорил Владимир Вольфович до недавнего времени об оранжевых, я очень хорошо знаю. Я приглашал на митинг Зюганова и точно знал, что если бы Зюганов пришел, он выступал бы первым. Сергей Удальцов, ответьте. Ну, вы знаете, на мой взгляд, Сергей Кургинян очень сильно подставился. Вот вчерашним митингом он просто на своей карьере политической поставил такой очень большой крест. До этого момента и я вот с большим уважением относился к его политическому мировоззрению, к его взглядам. Но, по сути дела, Сергей Кургинян вчера дал себя использовать, проведя акцию «Поддержку Путина». Вот он человек опытный, много лет в политике, секунду. Вот смотрите, я сказал, что я прогласовал, говорил о, так сказать, Зюганове, а господин Зюганов говорит, что я провел митинг последствия Путина. Не перебивать, давайте, а то у меня свисток, я сейчас свистеть буду. Давайте, давайте. Давайте, я договорю. Сергей Кургинян, опытный политик, аналитик, прекрасно понимает. Никого не волнует, что он там сказал на митинге, а главное, как этот митинг был транслирован в средствах массовой информации. В интернете, в официальных СМИ. Это прошло как акция в защиту Путина. Путин потом сказал, что готов штраф заплатить за организаторов, которые превысили численность. А я сказал, что я тоже готов... Извините меня, Сергей Ерванович Кургинян, вы подставились. Пока не поздно, вам надо теперь отмываться. Господин Адольцович, я разберусь сам. Путинской грязи. Вы в эту грязь... Господин Адольцов, вы заморались в американской грязи. Нет, я ни в чем не заморался. Вы встали американцы шлюхой, господин Адольцов. Это вранье, вы там путинская проститутка. Мы менялись, господин Адольцов. Но я не хотел... Кто начал переводить это на этот язык? Брань. Я говорил очень культурно. Вы очень культурно. В заключении, в чем ошибка Кургиняна, в чем ошибка Борового? Они видят в реальном народном протесте, в реальной народной активности опасность. Они привыкли действовать кулуарно, в своих кабинетах, думать за народ. Не надо думать за народ. Народ мудрее вас всех, Кургинянов и Боровых. Сергей Таимплач. Тысячу раз. И мы поэтому с народом, а вы с Путиным. Вы путинские проститутки. Поэтому мне очень жаль, что вы свою карьеру гробите. И 12-й год, я боюсь, если вы дальше не придете к народу, он станет для вас... Сергей Таимплач, митинг на болотный. Сергей Таимплач, я беспокоюсь за Россию. Я просто вас предупреждаю. Сергей Таимплач, вы меня предупреждаю. За Россию мы все беспокоимся. Господин Адольцов. Господин Адольцов. Господин Адольцов, послушайте, пожалуйста. Господин Адольцов, вести себя... Скажите, Господин Адольцович, кто начал? Вы. Я? Сергей Таимплач. Не может быть. Пока не поздно, господа Кургинянной Боровой. Одумайтесь и исправьте ошибку. Сергей Таимплач. Скажите, не надо, придите в следующую акцию к народу. Сергей Таимплач, обратите, пожалуйста, на меня внимание. Митинг на болотный. Митинг на болотный. Многие называют революционным. И участников этого митинга обвиняют в революционных взглядах. Как вы на это ответите? Вы знаете, в требованиях свободных выборов, нормальной политической конкуренции и подконтрольности власти гражданам, что здесь революционно? Но понимаете, есть мнение, что если бы... Это нормальные требования, записанные в Конституции. Только у нас, при господине Путине, а раньше и при господине Ельцине, это не соблюдалось. Это все было растоптано и унижено. Мы хотим нормального соблюдения обычных гражданских прав, без которых никакая страна не может развиваться. Но смотрите, есть мнение, что если бы своим лозунгом, это мнение есть в интернете, и многие об этом говорят, если бы вы своим лозунгом сделали мы против революции и за честные выборы или но за честные выборы, тогда бы у людей не возникло смятения. Они бы не считали вас революционерами, и тогда бы, возможно, к вам принкнули те, кто выступает против революции. А чего вы взяли, что считают революционерами? Одну секунду. Можно я отвечу 30 секунд? Пожалуйста. Это только Геннадий Андреевич Зюганов, правда, он потом открестился от этих слов, сказал, что лимит на революции черпан. Революция объективный процесс. Если власть и граждане заходят противоречия, власть не слышит граждан, а граждане недовольны властью, происходит революция. Поэтому отказаться от возможности революции, это надо просто, значит, быть или обманщиком, или идиотом. Мы не обманщики и не идиот. Если власть не будет реализовывать справедливые требования граждан, будет революция. А мы сделаем все, чтобы она была мирная, и не надо слушать здесь страшилки Кургиняна и прочих. Мы за мирное развитие России, а они за гражданскую войну. Вот делайте выводы.